Одним из видных мусульман, уклоняющихся от призыва, стал чемпион в тяжелом весе Кассиус Клей или Мухаммед Али. 28 числа я должен принять решение. Подчиниться законам американского правительства и отправиться служить стране, либо подчиниться законам Всевышнего и служить Аллаху. И только мне решать, кого я боюсь больше, правительство или Аллаха. Как вы относитесь к вероятности оказаться в тюрьме? Не знаю, я просто жду уже со дня на день. Вы об этом... Вы задумываетесь об этом? Что вы будете делать? Да, когда ложусь спать, думаю, что было бы, если бы я поступил вот так, если бы я пошел другим путем? И я понял. Да. Чтобы один освободился, другой должен умереть. Кто-то теряет деньги, кто-то отказывается. Белая Америка тратит 30 миллионов долларов в день в Азии. Черные и белые ребята гибнут ни за что, пытаясь кого-то освободить. Так что, чего мне бояться тюрьмы, если мой народ уже 400 лет живет в настоящем аду? Мистер Клей. Мохаммед Алисов. Мистер Мохаммед Али, или как вас еще? Я Мохаммед Алисов. Я просто так лишил человека чемпионского титула за пределами ринга. Такого еще не было в истории. И все эти карательные меры против меня, это сделано впервые в истории бокса. И пацифиста Мохаммед Али, отказавшегося от службы в армии, лишают звания чемпиона мира. Почему я должен стрелять в своих братьев, или людей с другим цветом кожи, или в бедных голодных людей? Ради большой сильной Америки они никогда не называли меня ниггером, не вешали на меня собак, они не грабили меня, не убивали моих родителей. Стрелять в них? За что? Нет, сразу лучше посадить меня в тюрьму. Мое намерение в боксе состоит в том, чтобы выиграть чистый бой, но на войне. Намерение состоит в том, чтобы убивать, убивать, убивать и продолжать убивать невинных людей. Как мусульманин, мои соображения насчет войны и насилия уже хорошо всем известны на данный момент. И я бы хотел бы сказать, что главное приветствие в моей вере — это мир. Мне задавали очень много вопросов о том, почему я отказался войти в ряды в армию Соединенных Штатов Америки. Особенно, как некоторые указали, многие указали на это, что не сделав этот шаг, я потеряю очень многое. И я бы хотел бы обратиться к прессе и к тем людям, которые думают, что я потерял многое, не сделав этот шаг. Я бы хотел бы им напомнить, что я не потерял ничего. До вот сегодняшнего момента я не потерял ничего. Наоборот, я обрел. Обрел очень много вещей. Во-первых... Во-первых, я обрел... Я обрел мир.